МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала Первые карагандинские новости в студии Гульнуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Карагандинцы отметили 85-летний юбилей родного города. На стадионе «Шахтер» состоялся ледовый фестиваль «Айлав Караганда», где для жителей и гостей города была организована концертная программа. Ограниченные физические возможности не являются преградой для успешного бизнеса. Предприниматель Айдана Нуртазина открыла швейный ателье, где трудоустройство получили такие же люди с ограниченными возможностями. Невероятное шоу с участием клоунов, акробатов, медведей, обезьян, леопардов и множество других животных подготовили именитые артисты из России. В Караганду приехал московский цирк. Карагандинцы отметили 85-летний юбилей родного города. На стадионе «Шахтер» состоялся ледовый фестиваль «Айлав Караганда». Для жителей и гостей города была организована концертная программа с участием танцевальных коллективов и вокалистов города. Караганда с размахом отметила свой юбилей. Шахтерской столице исполнилось 85 лет. Именно 10 февраля в 1934 году Караганда получила статус города. В связи с этим в городе проводятся разного рода масштабные мероприятия. Одним из них является ледовый фест «Айлав Караганда». Жители и гостей своей насыщенной программой порадовали вокалисты и танцевальные коллективы города. Сегодня нашему городу исполняется 85 лет. Оказывается, наш город старше меня на 42 года. То есть я очень рад, что именно я живу в Казахстане и именно в Караганде. Мне кажется, это очень многонациональный город. Здесь есть очень много наций. И мы все очень дружны. И мне это очень нравится. Потому что, мне кажется, в Караганде самые красивые и добрые люди. Программа мероприятия включила в себя и театрализованный пролог об Апаке Байжанове, который был подготовлен ребятами театральной студии Дворового клуба «Астана». Ведь по легенде, именно он, мальчик-пастух Апак Байжанов, впервые нашел уголь на карагандинской земле. Благодаря чему в начале 20 века в регионе начали добывать уголь сначала русские купцы, а затем французские и английские предприниматели. Сегодняшняя Караганда является крупным промышленным, научным и культурным центром. Сегодня нашему городу 85. Это целая эпоха. Мы, жители нашего города, патриоты. Сегодня наше предприятие, стадион «Шахтер», очень готовилось к этому празднику. Очень хотим людям сделать интересную программу. Я всем желаю карагандинцам счастья, здоровья, процветания. И пускай наш Казахстан во главе с нашим Ельбасе будет самым успешным, самым процветающим, самым сильным. Также в рамках мероприятия для расширения знаний о родном городе среди населения была проведена интерактивная викторина. А в завершении празднования жители города наблюдали за ярким фейерверком, озарившим на стадиону. Создание площадки для реализации социально значимых инициатив, разработка социальных проектов и организация доступного рабочего пространства. Таковы главные цели нового молодежного центра «Жастар-Аланэ», который был создан при Карагандинском молодежном ресурсном центре. В нынешнем году казахстанской молодежи уделяется особое внимание. Одна из главных проблем на сегодня – это трудоустройство и досуг молодых людей. Помочь в этом призваны молодежные каворкинг-центры, которые сегодня открываются повсюду. Один из них создан при Карагандинском молодежном ресурсном центре. Он получил название «Жастар-Аланэ». Это очень интересно и в наших интересах. Это самое главное – развитие интеллектуальных, а также творческих качеств молодежи, потому что молодежь – это основная часть населения, которая должна быть продуктивной и в наших руках, то есть в наших руках, руках молодежи, будущей нашей страны. И для этого мы прикладываем все усилия, чтобы дать подросткам, молодежи какую-то площадку для самореализации и нахождения себя в различных направлениях. Идеи каворкинг-центров пришли к нам из Запада. В них люди различных профессий работают в одно помещение, где имеются все условия. В казахстанских реалиях к чисто прагматической идее каворкинг-центров добавили еще и воспитательную. В центре Жастар Аланы планируют проводить различные семинары, конференции, деловые встречи. На данной площадке мы планируем проводить встречи с успешными людьми в формате TED. Хотелось бы отметить, что здесь все проводится на безвозмездной основе, то есть бесплатно. Для этого мы создали условия на бесплатный Wi-Fi, пользование персональным компьютером. Специально выбрали данное помещение с панорамным видом на улицу, на натуру, где человек, соответственно, играя в настольные игры, у нас есть мягкая зона, может заниматься самим собой. В этот же день в центре прошла интеллектуальная игра Brain Ring с использованием образовательной веб-платформы Kahoot. Участниками игры стали студенты карагандинских колледжей. Всего в Карагандинской области создано уже более 20 молодежных каворкинг-центров. Большинство из них открыты на базе городских и районных библиотек. Главная цель всех центров – содействие самореализации и всестороннему развитию молодежи, заявляют организаторы. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Ограниченные физические возможности не являются преградой для успешного бизнеса. Это на собственном примере доказала карагандинка Айдана Нуртазина. Предприниматель открыла швейное ателье, где трудоустройство получили такие же люди с ограниченными физическими возможностями. Жительница Карагандинской области Айдана Нуртазина совсем недавно открыла свое ателье. Заняться подобного рода предпринимательством ей было крайне трудно, ведь она уже много лет является инвалидом второй группы. Образование, полученное в банковском колледже, не пригодилось. Пособия по инвалидности не хватает, оно составляет всего 47 тысяч сеньге. Не желая сдаваться, девушка окончила курсы швеи, и теперь она является владельцем собственной мастерской. Приходится как-то выживать. У меня двое детей разведенное, снимаю квартиру. Ну, сами понимаете, конечно. Хотелось бы какую-то помощь от государства, чтобы расширить бизнес, чтобы больше прибыли было, и трудоустроить таких же девочек, как я, инвалидов первой, второй, третьей группы. А помощь от государства есть. Центр обслуживания предпринимателей Караганды проводит обучение для лиц с ограниченными возможностями. Курсы ведения бизнеса являются бесплатными и краткосрочными. Мы даем ряд таких важных тренинговых фишек. Приглашаем уже действующих бизнесменов, которые дают им свои советы, рекомендации по ведению бизнеса. Приглашаем для наших слушателей представителей государственных органов. Только за прошлый год в компанию обратилось 57 инвалидов. Они предлагают свои идеи в сфере обслуживания населения, образования, а также животноводства. У инвалидов очень большой потенциал, несмотря на то, что у них есть определенные проблемы со здоровьем. Тем не менее, они очень креативные, желают получить очень много знаний, навыков, и довольно-таки их бизнес является успешным. За прошлый год из 57 инвалидов 15 открыли свой бизнес и теперь являются частными предпринимателями. Одной из таких и стала Айдана Нуртазина. Для дальнейшего развития своего дела девушка собирается нанять больше людей с подобными проблемами, приобрести более качественное оборудование и расширить помещение. Яна Гапонова, Айдын Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Сдавал металлолом, чтобы прокормить семью. Мальчику из Шимкент меценаты купили дом. История юного Агабека не оставила равнодушным никого. Только за сутки после публикации необычной истории мальчика на счет семьи Агабека поступило почти 6 миллионов тенге. Детство 13-летнего Агабека сильно отличается от его ровесников. Ему не до игр. Нужно кормить сестричек, братика и маму. Все заботы о большой семье легли на плечи мальчишки после смерти отца. Мама Агабека потеряла здоровье на тяжелой работе. Я работала в Тойхане. Выполняла разную работу, но потом совсем слегла. Где-то через месяц мой сын начал зарабатывать. Сначала и не говорил, а потом сказал, что работает. Собирает лом и сдает его. Работает до 10-11 часов вечера. Получает 3-4 тысячи тенге в день. Все, что зарабатывает, отдает мне. Благодаря ему я подлечилась. Семья с шестью детьми снимала маленький домик. Ежемесячно, помимо коммунальных счетов, семья платила аренду 13 тысяч тенге. Но сегодня они задолжали за аренду. Чтобы заработать побольше, Агабек стал больше работать. В один из вечеров его заметил на дороге мужчина по имени Бахтияр. История Агабека настолько его тронула, что мужчина не мог сдержать слез. Я ехал с работы. Смотрю, неподалеку от заправки мальчик стоит. Я обратил на него внимание, потому что он ровесник моих детей. Стоит. В руках железки. Сам весь грязный. Я вышел из машины и поговорил с ним. Потом я довез его до дома. Из дома вышли маленькие девочки. Я спросил, дома есть что-нибудь покушать? Девочки мне отвечают, что маму ждем. К счастью, все эти тяжелые дня остались позади. Неравнодушные казахстанцы решили объединиться и купили семье дом. Более того, меценаты будут сопровождать семью до совершеннолетия детей. Однажды я встретил одного дядю. Благодаря ему у нас теперь есть дом. Я очень счастлив. Теперь у сестренок есть своя комната. У меня своя. Вот так, благодаря неравнодушным казахстанцам, у семьи появился свой дом. А к ребенку вернулось детство. Андрей Тан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Московский цирк приехал в Караганду. Невероятное шоу с участием клоунов, акробатов, медведей, обезьян, леопардов и множества других животных подготовили именитые артисты из России. Они рассказали, чем будут удивлять детей Караганды. Цирк – это другая вселенная, в которой невозможное становится возможным. Здесь и медведь может воспарить над манежем, и дикая кошка стать ласковой и послушной. Путешествие в увлекательный мир фантазии в минувшие выходные совершили карагандинцы. Специально для жителей шахтерской столицы российские артисты подготовили зрелищную программу. Наша программа называется «Московский цирк». Мы ее собрали специально под гастроли в Караганде. Пытались и, наверное, вы увидите, что добились разнообразия, потому что очень много животных, акробатического жанра, эквилибрического жанра. И, конечно же, клоун. Добрый счет. На протяжении всего представления зал заливался смехом. Так публика оценила выступления клоунов. Хорошее настроение зрителям наколдовали акробаты, милые таксы, попугаи и обаятельные обезьяны. Все животные выходили на манеж с неповторимой Ольгой Пахомовой, известной дрессировщицей. Сегодня Ольга работает с 43-мя животными. 23 собаки и все остальное вот экзотика. Попугаи, страусы, леопарды, шимпанзеи, обезьяны, енот, дикобраз, он очень маленький, он не выступает еще, но он уже есть. Уже хорошо, научишься. На сухо, да. Он уже к рукам приучается. Правда, уже запулил в меня несколько иголок, но ничего. То есть такое бывает. Да, даже леопарды бывают прыгают на ноги, но они проверяют. Вот у них есть такое, что каждый полгода они проверяют тебя, как ты, да, что ты вожак или не вожак. Сердца карагандинцев завоевала и медведица Маша, та самая, которая воспарила над манежем. Ее дрессирует Алора Запашная, живая легенда советского цирка. Своих медведей артистка не наказывает. Их работа построена на дружелюбии. Если медведь там что-то немножко сделает так, у нас нет палки. Мы не без работы, не репетируем без палок. Понимаете? Если что-то сделать и так, ну чуть-чуть голос там, Маша, ты почему так себя ведешь? И эта Маша, она его, знаете как, вот оближет все лицо, мол, ну прости, вот так получилось. Не смогла, да? Да, ну так получилось. Самые преданные фанаты цирка признались. Им выступление артистов очень понравилось. Дети не могли скрыть ни восторга, ни радости. Мне понравилось больше всего собаки. Они такие смешные, озорные, очень милые и они такие толстенькие. Мне понравилось, где там была лошадь с обезьяной. Еще когда тигр через кольцо прыгнул. Сегодня больше всего мне понравилось представление с животными, как они делали разные трюки. И понравилось, как два мальчика и дяденька делали гимнастические действия. Московский цирк пробудет в Караганде до 10 марта. Билеты приобретайте в кассах цирка. Информация доступна по телефону, указанному на экране. В завершении выпуска еще об одном. Второй победой подряд отметился хоккейный клуб «Сарарка» в домашней серии игр. В минувшее воскресенье карагандинские хоккеисты принимали у себя спортсменов из Кургана, клуб «За Уралия». Встреча завершилась со счетом 5-2 в пользу «Сарарки». Счет в матче открыли хозяева площадки. На 15-й минуте первого периода с подачи Максима Куницына шайбу в ворота забросил Руслан Ибатулин. 1-0 после первой 20-ти минутки. Ключевым и самым результативным выдался второй период. Вторую шайбу в ворота Курганцев забросил Айрат Зиязов. А спустя всего 37 секунд карагандинцы увеличили преимущество в счете. Автором гола стал Олег Ломака. 3-0. Игроки «За Уралия» смогли прийти в себя и отыграть одну шайбу. Но еще до второго перерыва «Сарарка» смогла дважды поразить ворота гостей. Сначала Олег Ломако поразил верхний угол ворот «За Уралье». А за минуту до сирены Станислав Бутузов сделал счет на табло более комфортным. 5-1. Третий период команды действовали не столь остро. Гости пытались захватить инициативу. Но «Сарарка» в этот вечер действовала результативно в атаке и надежно в обороне. Все, на что хватило «За Уралье» – это забросить в ворота Эдуарда Рейзвиха еще одну шайбу. 5-2. Победа «Сарарки». Хорошую, я считаю, неплохую игру мы сегодня показали. Готовились к этому матчу, так разбирались, скажу так. Потому что «За Уралье» я считаю, что очень грамотная, дисциплина, системная команда. И мы так тоже чуть-чуть ее разобрали. Но, скажу, ребята сегодня порадуют движение и выполнение игрового задания. Там были пара индивидуальных ошибок, мы ошиблись. Соберник нас наказал за эти индивидуальные ошибки. Но в целом, ребята выполнили то план на игру и то, что от них попросили. Я считаю, что очень неплохой, красивый, даже когда они на времена. Красивый хоккей показали, такой креативный, иглы такие, я считаю. Сегодня с 66 очками «Сарарка» уверенно занимает 10 место. Следующий матч карагандинцы проведут на льду «Караганда-Арена» во вторник, 12 февраля, против хоккейного клуба «Южный Урал» из Орска. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Соболгстар. Субтитры подогнал «Симон»!